Дмитрий один из первых посетителей палатки обогрева. Говорит, зашел по дороге с работы, так как на улицу очень холодно, а своего дома у него нет. Это не то, что в подъездах ночевать. Зашел, обогрелся, пришел на работу, отработал. Если нет, то зашел, опять обогрелся. А так, получается, там жильцы выгоняют с подъездов или, допустим, милиционеры. То же самое. В чайнике мы нагреваем, делаем чай, нагреваем воду постоянно. Постоянно у нас здесь горячая вода. Есть чай, есть сахар, есть стаканчики. Внутри палатки почти 20 градусов тепла. Вокруг буржуйки лавки, на полу деревянные доски, есть электричество. Пункт работает круглосуточно. Спасатели выделяют сотрудников по два человека на смену. Городские власти обеспечивают чаем и сахаром. Этот пункт обогрева на центральном рынке установили сегодня. Здесь его открывают уже не первый год. Для бездомных, продавцов с рынка и приезжих такая палатка – единственная возможность не замерзнуть в лютые морозы. Пока спасатели открыли только одну палатку в Харькове вместо традиционных пяти, если температура будет падать, мобильные пункты установят на Холодной горе, Одесской и Пролетарской. На территории Харьковской области, это только область, на данный момент работает 99 пунктов обогрева. Кроме того, в городе Харькове 17 пунктов питания. Это пункты питания, оборудованные на территории кафе. Во время сильных морозов медики рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и в несколько слоёв, питаться калорийно, но не объедаться, носить с собой термос с тёплым чаем и тщательно продумывать маршрут. Вернувшись домой, согреваться нужно постепенно. Используя такой метод сухого согревания, зашли, одели шерстяные носки, одели ещё домашний халат поверх домашней пижамы. И в таком состоянии, просто в течение 20-30 минут достигли состояния, когда наши конечности обморожены, они согрелись. Можно дома одеть перчатки. Спасатели просят водителей по возможности не выезжать на дальние расстояния и быть внимательными на дорогах. Преимущественно сейчас вызовы к нашим службам поступают с района в области. Там снега немножко больше, чем в городе. Элементарно, или же автомобиль застрял в сугробе, или же на скользкой части дороги он просто не может выехать. Банально даже до сих пор в некоторых транспортных средствах не переобута резина с летней на зимнюю. Синоптики обещают, уже завтра мороз начнёт спадать, а к 10 января столбик тернометра подымется до нуля градусов. Ожидаются снегопады и гололедица. Ирина Антонюк, Анна Старкова, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».